Накануне Дня памяти преподобного Сергия Радонежского в Смоленско-Бугабашском женском монастыре Нефтекамской епархии состоялась торжественная закладка камня в основании строящегося храма святого Сергия Радонежского. Монахини считают преподобного своим особым покровителем, ведь так же, как и гумен земли русской, основавший свою обитель в лесной глуши, сестры несут свой монашеский крест вдалеке от городской суеты, в тихом уединении башкирских степей лесов. Смоленско-Бугабашский женский монастырь был основан в начале XX века. Больше сотни сестер подвязалась в обители под покровом Царицы Небесной, ведь главной свиданием монастыря была чудотворная икона Смоленской Божьей Матери, явленная в силе Бугабаш на камне. Когда разорили обитель, монахини не ушли с этого святого места, а поселились во врагах неподалеку от этого монастыря и несли свой вот такой нелегкий монашеский крест. Чудесным образом сестры смогли сохранить дорогую святыню, чудотворную каменную икону Божьей Матери. Три года назад она оказалась в руках митрополита уфимского стеральдомагского Никона, после чего владыка благословил возрождение этой святой обители. При помощи Божьей все же обитель возродилась, и уже вы сами видите, здесь немало построек, не так много нас монахин, но все же у нас уже 12 человек, все живем в одном духе, несем наш крест потихонечку, маленьким корабликом плывем. Сегодня в обители ведутся строительные работы. Построены монашеские корпуса, возведен небольшой деревянный храм преподобного Серафима Саровского, где сестры каждый день совершают службы предыконой-хранительницы этой святой обители. Скоро на территории монастыря появится еще одна церковь в честь небесного покровителя российского монашества преподобного Сергия Радонежского. Священнослужители, приехавшие из Нефтекамской Белебея, накануне Дня памяти игумена земли русской, совершили чин закладки камня в основании нового храма. По имя Отца и Сына и Святого Духа, благословенное и знаменное мы будем место сие в доме молитвенной, в честь славы Бога, в Троице Святее Славимого, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовеки веков. Славим! Бывается камень всего-то. Дальше. Вместе с камнем в яму опускается капсула с грамотой, подружается крест на месте будущего престола. Каждая молитва, каждое священное действие в чине на основании церкви заключает в себе глубокий духовный смысл. Под видом храма видимого, материального, подразумевается Церковь Небесная во главе с самим Спасителем. Новый храм в этих молитвословиях как бы очеловечивается, и над ним совершаются тайнодействия, подобно тому, как над человеком совершаются таинства крещения и миропомазания. Таким образом, храм посвящается на вечное служение Господу. Для нас сегодня великая радость, что еще один храм заложен, и тем более храм преподобного Сергия Радонежского Человеческого Творца. Сам он заложил в пустынном месте монастырь, который процвел сейчас и считается рассадником православия по всей нашей земле российской. И не только российской, но и за рубежом прославлен наш преподобный Сергий Радонежский. Став игуменом, преподобный Сергий учредил в обители общежительный устав, провозглашавший важнейшие принципы иноческого воспитания. Полный отказ от какой-либо собственности, совершенствование духовных сил, четкое распределение обязанностей между монахами. За духовным развитием своих сподвижников преподобный Сергий следил с неустанным вниманием, стремясь к тому, чтобы каждый инок занимался тем делом, которому был близок и по характеру, и по способностям. Пусть этот храм будет началом процветания, началом благоукрашения и этой обители. Пусть и здесь этот храм станет рассадником православной веры в этом краю. И пусть Господь через угодника Божия преподобного Сергия Радонежского посылает нам особую благодать, которая будет нам помогать во всем. Аминь. Продолжение следует...